Приветствую тебя, дорогой Константин. Как твои дела? Да, все прекрасно. Все же разлаждались уже, когда мы с тобой снова выступим, и про райскую группу скажем, где уже набираются желающие. Я с ними разговариваю с каждым в отдельности, в WhatsApp и в Telegram, иначе туда не записываю, потому что там будут... В итоге они научатся все быстро соображать в условиях неопределенности, в условиях неизвестности, как говорят космонавты, в нештатных ситуациях. Быстро создавать их изобретения. То есть неординарные решения в жестких временных рамках ограничений. А вот ты что делаешь? Ну, к примеру, я вспомнил вашу рекомендацию про дыхание, то есть почувствовать тепло дыхания. А, ключевое дыхание автоминутное. Да, я не совсем вот это уловил, и я придумал свой способ этого дыхания. Ну да, сколько надо дышать, скажи, по времени. Да так же, на минуту. Да, и что надо делать? А просто вот так вот складываете ладони, ну, закрываете глаза желательно. Ну, это как у метода Бейзе, парминг называется, когда закрываешь глаза. Ну, нет, здесь немного по-другому. Все приедет, а? Вы слышите свое дыхание, во-первых. Да. Во-вторых, вы чувствуете тепло вашего дыхания. Да. Ну, глаза закрываете для того, чтобы информационный поток сбавить. Вот. И когда дышите вот так, ну, успокоение наступает очень быстро, без каких-либо усилий. Вот я пробовал. При высоком стрессе пробовал? Ну, при высоком, у меня не было. Я не знаю, что такое высокий стресс сейчас. Ну, это когда тебя трясет, потому что вот через 5 минут придет к тебе человек, который тебя рикетирует, например. Бандит какой-то. Вот он пойдет через 5 минут. Я тебя обостряю ситуацию, довожу до абсурда, чтобы немножко смоделировать, о чем я говорю. Ну, какое-то действие. Или экзамен. Ребенок вот должен сгибать ИГ. И вот его трясет, она или он, мальчик или девочка, боится. Вот так, чтобы она могла или он за одну минуту разом успокоиться. Ну, я в таких случаях вот визуализировал как бы страх вот, но он ощущение в теле вызывает определенное, и представлял его перед собой. И глядя в эту точку, я просто дышал отстраненно. Вот. И чувствую, постепенно эта вот напряженность, она рассасывается, уходит. Сейчас, подожди. Так дышал или так дышал отстраненно? Глядя, с открытыми глазами. С открытыми глазами. Да. Смотрел на что? Ну, перед собой, вот, как бы на внутреннем экране представлял вот эту точку напряженности. Я ее как бы чувствую, да, вот это. Чувство страха у человека, как правило, в груди возникает. Вот. А если на нее посмотреть чуть спереди себя, вот, ну, то же самое, в принципе, оно связано. Сейчас, 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 секунду. Это называется неотоджествение. Это юргический принцип. Мы не должны, например, у меня болит палец. Я должен выйти из этого больного пальца и смотреть на эту боль и на свой палец со стороны. И тогда у меня отношение к этой боли стресс снижается. А когда я в этом пальце нахожусь, переживаю, болит палец, порезал палец. И вот перед собой. То есть не надо отоджествляться со своей болью, а надо выйти из доминанта и со стороны смотреть на это же самое. То есть по существу получается. Это же теорема Гёделя по математике. Знаешь теорему Гёделя? Я тебе скажу, это важно всем сказать. Там так примерно формулируется, что в любой достаточно мощной системе всегда есть задача, я своими словами говорю, которую средствами данной системы решить невозможно. Надо выйти сверх задачу. То же самое в йоге. Надо не отоджествлять себя со своим страхом, со своей болью, со своей проблемой, а выйти на дистанцию. И тогда ты смотришь со стороны. Это же, знаешь что, когда человек находится во внутреннем диалоге, который у него постоянный, вот эта бетономешалка ему мешает думать. Да, да, да. Надо выйти. Надо выйти. И вовлеченность. Да, и вовлеченность. Раз отоджествления. Не отоджествляй себя со своей частью, потому что ты по сравнению с частью целая. Не превращай свое целое внутрь этой части. То есть не создавай себе эту доминанту, а переключись. Переключись. Поэтому Бейтс, например, вот что ты показал вначале, когда вот так делаешь. Я почему сказал Бейтс? Потому что Бейтс-то думал, что он зрение улучшает этим приемом. Вон там у него книжка была «Как видеть без очков, как в очках». Ну и там есть разные приемы. Много разных. Да, я читал книжку его. На самом деле, на самом деле, дело было не в глазах, а дело было в том, что таким образом, когда ты закрываешь теплыми ладошками, вот так делаешь, теплыми ладошками, вот так прикрываешь, он носик у тебя только торчит, его тоже немножко прижимаешь, глаза у тебя там закрыты, находишь более темную точку в этом темном пространстве, и в этом тепле. На самом деле, Бейтс, стресс снимался, стресс снимался. И поэтому зрение потом лучше. Если вот так вот просто сидишь и найдешь точку, я повторяю, чтобы было более понятно, значит, найдешь точку, и как бы ее пытаешься осветлить, наиболее темную точку осветлить. И вот ты сидишь, и пока ты это делаешь, одну минуту, потом открыл глаза, смотришь по сторонам, а тебе уже и легче смотреть. Там есть нюанс, там не осветлить точку, а сделать поле. Но вот когда вы закрываете глаза, у вас бывают вот какие-то вот там сполохи, там какие-то вот… Фосфер называется, фосфер. Вот. Надо, чтобы экран стал абсолютно темным, то есть равномерно темным. Ну, может так, не имеет значения. Это означает, что вы успокоились, у вас шумы вот эти вот зрительные, и система успокоилась. А ты знаешь, что пакетом дышали? Да. То же самое. Просто люди перепутали. Они думали, что они за счет того, что они углекислый газ там… На самом деле они тепло. Вот это тепло, когда мы тепло, когда мы темноту тепло. Мы… Вот темнота, она вызывает страх немножко, а тепло вызывает снижение страха. После чего мы приводим себя в балансное состояние, когда вегетативные, симпатикотонические и симпатические отделы нервной системы выравниваются. Поэтому за минуту можно действительно выйти из стрессового состояния. А если не хватает этого… Ну, я никак бы это сделал. Я лодочку делал вокруг носа. Пожалуйста, делай так. Пожалуйста. Вот. То есть, чтобы… Чтобы тепло было, чтобы… Да. И ты вот чувствуешь, это оно ощущается, как вот ты настраиваешься на это дыхание и сам себя успокаиваешь. Отлично. А ключевое дыхание заключается в том, что если у тебя руки отсутствуют, отсутствуют в данном случае, допустим, ты занят чем-то, ходишь по улице, там говоришь по телефону, или ты засыпаешь и никак заснуть не можешь, или еще что-то такое, вот страх, тревога там. Ключевое дыхание одноминутное заключается в том, что просто ты наблюдаешь, думая, о чем думается, дыша естественным образом в ритме собственного дыхания, и наблюдаешь, у тебя вдох теплее, и все. Это такое потрясающее действие оказывается, и многие, ну, допустим, возьмем 100 человек, 95 через одну минуту сразу успокаиваются и удивляются. Почему? А потому что тепло, за которым ты наблюдаешь, и неважно, при вдохе это у тебя происходит, или при выдохе, и если ты думая, о чем думается, переживая, о чем переживается, наблюдаешь вдох теплее или выдох, поиск тепла – это поиск комфорта, а комфорт – это расслабленность, а комфорт – это защищенность, а комфорт – это безопасность, и поэтому ты, наблюдая вдох теплее или выдох, на самом деле создаешь доминанту безопасности, и поэтому тебе становится хорошо. Ну, еще я прорабатывал физически, то есть вот зажимы вот эти вот убирал, но мне пришлось целую гимнастику применять, и мне прям йога пошла вместе с цигуном. То есть вот... Я тебе сейчас покажу. Физическая культура. Девятый, 10-11 класс профессор Матвеев Анатолий Петрович, мой друг. И там есть синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. С картинками. Для детей девятых, десятых, одиннадцатых классов. Вот то, что ты сейчас говоришь, очень важно. Пожалуйста, повтори еще раз. Ну, я делал йогу и цигун, но то, что приходило в голову, то есть вот, что мне организм подсказывал, какие движения делать, то я и делал. Вот. И, ну, там... Ты делал свою гимнастику? Да, но она не была похожа на лыжник там или хлестку. Конечно, потому что она идет из тебя. Там было много довольно сложных движений. Там лыжник, шалтай-болтай, вис назад, вис вперед, там легкие танцы, так далее. пять классических упражнений даны только для примера. И сказано, подбирайте сами свои. Именно в этом заключается синхрогимнастика по методу для саморегуляции. Свои подбирай. Один подбирает, трясется, другой в теннис играет, четвертый плавательные движения, пятый там рулит на машине, а шестой дирижирует или играет на пианино. Ну, подбирай свои. У тебя какие пошли? Ну, например, вот берешь себя за ухо, это из йоги, уже я одна девушка мне рассказал, и просто вот слегка надавив на голову, ты дышишь. У тебя плавно растягивается шея. Вот просто сидишь и дышишь, то есть за счет дыхания вот расслабляется мышца. Вот так тоже можно сделать и дышать просто. Просто дышишь спокойно, без усилий, без напряжения, чтобы не сорвать себе ничего. И мышцы тянутся. Вот. А это сильно раскрепощает шейный отдел. Конечно. Конечно. Вот. Кроме того, я использовал звуки. То есть пение звука. Так. Ну, там вот, например, ну, вот, как бы... Ну, отлично, да. А можно... Не, ну, я добивался чистоты, то есть при любом положении горла, в разные стороны движения, чтобы не было, ну, знаете, фальша в этом звуке. То есть, да, я... М легче, Л легче, а вот жесткие звуки, Р, 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 они больше в армии. Ремень кругом. Ре, долго не пропоешь, а Н можно петь долго. Да. Чезнахи надо. Мамочка, конечно, мама. Поэтому вот это ты очень интересные вещи говоришь. Я тебе очень благодарен. Давай мы так сделаем в следующий раз, еще поговорим. Пусть больше и больше участников к нам привлекается, чтобы смотреть наши выпуски, потому что мы уже сказали несколько интересных вещей, полезных вещей сегодня и для детей и взрослых. И еще одну вещь тебе скажу. Наблюдая за ребенком, какие ребенок сам делает инстинктивные движения, ну, там он волосы там поправляет, или там голову чешет, или там ногой качает, или в кресле качается, там вот наблюдая за ним, можно предложить ему, ребенку, делать это осознанно, как упражнение. Я в детстве ручку крутил. Из него самого, из него самого, да. В школе ручку крутил, подбрасывал ее, ловил, сейчас уже не могу, отучился. Это мне помогало расслабиться, просто я вот неосознанно повторяешься. Движение снимает напряжение. Вот, движение делал, и как бы я вот, голова свободна при этом была. Может быть, это раздражало весь класс, но зато я понимал, что... Поэтому, когда дети качают ногой, или качаются, вот сидят за партой школьной, чтобы не раздражало другого, потому что у него, может быть, другая частота, потому что другое напряжение. Поэтому говорят, сидите ровно, сидите спокойно, и как тогда быть? Чтобы ты снимал стресс, а другого, чтобы не раздражало. А вот если ты дома несколько раз снимаешь стресс осознанно, например, качаешься вот так вот 1-2 минуты, то потом ты в обществе, достаточно тебе только подумать, что надо сидеть спокойно, и автоматически ты сидишь спокойно. То есть это домашняя работа из своих собственных инстинктивных действий. Домашняя. Не обязательно это делать на уроке. Я понял. Но это как вот исследования на гимнастах проводили. Вот они выполняют какое-то движение, у них работает мозг. При этом им предложили представить, что они эти упражнения делают. и те же отделы мозга работали так же. Вот. Я не удержусь, я тебе скажу одну вещь. Величайшая гимнаста Ольга Корбут. Петля Корбут, если ты помнишь. Да-да. Мы с ней дружили. Мы с ней ездили в Чехословакию, там выступали как молодые писатели. И когда я Ольгу Корбут учил приемом ключа, она сказала, слушай, это же прекрасная методика для наблюдения за системой мышечной подготовки у спортсменов. Это вот то, что ты сейчас сказал, сразу мне напомнило нашу об этом беседу с Ольгой Корбут. Она выдающаяся была гимнастка, просто невероятная. И она сразу это оценила. Ты совершенно прав. Когда человек представляет себе, что он делает какие-то движения, он невольно внутри себя их производит. Но на самом деле Алексеев назвал вот это идеомоторной тренировкой. На самом деле идеомоторная тренировка это не когда мысленно производит движения, а идеомоторная тренировка, когда он представляет движение, оно происходит более очевидным образом. Короче, об этом надо еще раз поговорить, чтобы было понятнее. И там, и там и диамоторика работает, и там внутренняя, а тут может через внутреннее и внешнее, которое дает больше эффекта, которое потом применяешь внутренне, а потом как навык. Короче говоря, это надо объяснять. давай мы с тобой так сделаем. Я тебе, во-первых, очень благодарен, во-вторых, я хочу тебя спросить. Тебе нравится эта картина? Да, я видел ее в предыдущих роликах, вот сегодня когда выкладывали, очень такая положительная атмосфера идет. Вот я сейчас покажу. гитара мне почему-то дыню напоминает и вкус дыни у меня прям желтый цвет, желтый цвет. А глаза какие, посмотри, губки. Да, спокойно. Это участники школы, человек больше хомо-футурс, мне советы давали. Мы все вместе в коллективном разуме тренируемся создавать шедевры и решать вопросы. А скоро будем решать самые глобальные проблемы человека и человечества. Все вместе. Вот смотри, я слышал, что, по-моему, великий испанец художник Фикассо. По-моему, он говорил такую вещь, что цельный человек, целостный, он может убедить кого угодно в том, что его картина шедевр. Я не знаю, так или нет. И вот после слушателей нашей встречи скажут, может быть, кто-то слышал эту фразу, может, ошибаюсь, а может... Я так не думаю. Вот я рисую, еще не дорисовал. Могу я убедить, что это шедевр? Я еще не дорисовал. А вон глазик какой, видишь? Да, глаз вижу. Пока только образ проступает. Но уже видно, что... Она, кстати, достаточно объемная у вас. Прямо вот чувствуется объем шляпы. Ну, это прямо Сатурн на голове. Это планета Сатурн, а там рядом планета Юпитер. И у нее в руках букетик цветов. Тоже какая-то планетка. А глазик какой, да? Видно, да? Да. Похоже так на космическую какую-то катастрофу. Как будто упал какой-то метеорит. И она вся такая забрызганная краской. Ну, а теперь ты ее запомни, пожалуйста, потому что буквально через несколько дней она станет шедевром. Потому что сейчас начнут подсказывать, что убавить, что прибавить, где что, как изменить цвет. Участники нашей школы они начнут подсказывать, и она станет шедевром. Точно так же, как это стало шедевром. И вот там у меня велосипедист. Видишь, ангел велосипедиста. Колеса крутятся. Сейчас покажу. Там видно? Да. Ты представляешь, какие шедевры мы создаем. Мы точно так же будем делать сейчас изобретение в нашей райской школе. Почему я назвал ее райской? Потому что учиться надо у природы, у Бога. Я говорил такую свою метафору, когда Бог менял человеку продолжать род людскую, он не создавал никаких комиссий по контролю качества, а только соединил эту наиответственнейшую работу с чувством удовольствия. И работа пошла на автомате благодаря чему если мы с вами. И там в этой райской группе обязательно после беседы со мной конкретно человек выходит желающий туда попасть, где там будут обучать и изобретать. И они будут создавать такие вещи, невероятные вещи. Потому что я очень уважаю школу Альшулера и у меня есть друзья, которые учились у самого Альшулера великие мастера трис, которые тоже в этой школе будут советовать. Но там я буду давать технологию, которую нигде во всем мире ни в книгах, ни в интернетах, нигде нет. я никому не рассказываю. Потому что я сам это делаю, сам каждый раз создаю изобретения, у меня их очень много, сам создаю шедевры вместе со школой. и там каждый человек, который будет в этой группе, тоже будет генерировать каждую секунду ответы на желаемые вопросы. Это потрясающая штука, поэтому жду, кто хочет туда попасть. Пусть мне в WhatsApp или в Telegram пишет, я проведу короткую беседу, посмотрю, достоин ли он уже туда попасть, или еще ему надо посмотреть наши ликбезы, вебинары, почитать наши книги самые разные, потому что это сильная школа у нас. Школа человек будущего, школа человечности. Я сказал такой монолог зазывный. Ну, собственно говоря, о чем я могу еще говорить, кроме как помочь людям в их собственном саморазвитии. Конечно, то, что я буду помогать, они и сами до этого дойдут без всякого меня. Только я помогу сократить время, потому что я уже очень много шишек себе набил, чтобы они обошли, так сказать, как между строями дождя, чтобы не попадали под удары судьбы, а сами руководили своей жизнью. Скажи, пожалуйста, в завершение, когда мы в следующий раз с тобой встретимся. Примерно. Примерно. когда будет угодно, когда будет удобно. Я сейчас несколько книг читаю сразу, и у меня от этого рождаются какие-то мысли по поводу как раз мы с вами говорили, как помочь человечеству. я читаю книгу Люци Синя «Блуждающая планета». Он там описывает достаточно такое трагическое будущее нашей планеты, то есть к чему может привести дальнейшее развитие технологий хищнического потребления, то есть денег вообще. И он это наглядно показывает, просто к чему это может привести. А отсюда надо как-то вот эти вещи выделить и пойти от обратного, как их нейтрализовать. То есть когда капитал накапливается у небольшой группой людей и она начинает мешать большинству развиваться и жить самостоятельно, то есть превращает их в рабов. И вот как при коммунистах был пролетариат, как людям объединяться и делать что-то новое, самосовершенствоваться. не используя при этом деньги. Вот ты мне вчера показывал книжку и там на обороте написано. Покажи, пожалуйста, для всех. Гонишь? Да. Сейчас. Три секунды. Давай, подождем. так, это тут у вас в этом. Видно, чуть поближе вот так поставил. Дело в том, что видно в зеркальном отражении. я просто покажу книгу Ганеша. Ты мне показывал еще на обороте. Что там написано? На обороте прочитать вы не сможете, я лучше сам зачитаю. Давай. Ганешу почитали на протяжении тысячелетий как божество, дарующая мудрость, удачу и процветание. И сейчас Ганеша самое любимое божество для миллионов индуистов. В запоминающемся образе Ганеши непознаваемая величественная истина проявляется как персонификация радости, самоиронии, милосердия и доступности. Он та сила в божественной игре, которая быстро откликается на просьбу о благословении и помощи. К нему обращаются как к защитнику, близкому другу, исполнителю желаний и источнику творческих сил и знаний. К Ганеши обращаются музыканты, так как считают, что он благословляет вдохновением писателей и философы вызывают к нему перед началом своих трудов, полагая, что он наделяет даром слово и проницательностью. Подвижники начинают свою практику с воспевания его имени, чтобы обрести покой ума и чистоту сердца. Замечательно. А вот теперь мы в нашей райской группе, которая будет и ВКонтакте, и Фейсбуке, куда придет человек после беседы со мной будет иметь методику определенную, с помощью которой будет и перед соревнованием, и перед выступлением, и перед музыкальным выступлением, и перед докладом по математике обращаться к этой методике. То есть то, что ты сейчас про Аганиша рассказал, вот это будет уже конкретная методика, технология, как регулировать свое состояние и превращать энергию стресса и боли, и страха в свои собственные достижения. Это будет колоссально, потому что это неисчерпаемый источник энергии по существу. Там будем заниматься наукой саморегуляции на самом высоком уровне сегодня, чего в мире пока нету, как использовать энергию стресса для саморазвития и достижения. Энергию стресса, потому что это же неисчерпаемый источник, мы всегда испытываем какое-то противоречие внутреннее между тем, что хотим и то, что надо. И вот это противоречие когда ум хочет одно, сердце другое, а тело вообще не хочет сотрудничать с нами, когда мы в раздрае, как нам себя собрать, целостность и выдать что-то. Как говорил Чехсен Михаил, войти в поток или восстановиться, как говорил Будда, в нирване. Вот эти две вещи, чтобы человек мог делать моментально. Вот о чем будет речь в этой разной группе. Спасибо тебе, Константин. Посмотрим, какие нам напишут там вопросы, какие напишут отзывы. Я надеюсь, всем нравятся наши встречи. Почему я надеюсь на это? Потому что постоянно мне в моих личках и в Ватсапе и в Телеграме пишут. А когда вы снова с Константином встретитесь? Так что всем нравится, всем интересно. До встречи. И, кстати говоря, мы встречались еще и у нас такие интересные участники нашей школы. С Сунцовым мы встречались, которые рукопашному бою детей и взрослых обучают. Ты, наверное, видел, да? не видел, посмотри ролик, посмотри. Потом мы встречались с Михаилом, вообще интересный человек, который там даже говорил о том, что может быть прежние цивилизации были, которые себя погубили, но остались какие-то следы. Да, много чего. Мне, кстати, академик Шковский говорил, астрофизик, что человек так устроен, что цивилизации нету там в космосе, потому что и наша погибнет. Почему? Он говорит, потому что человек, прежде чем доходит до какой-то стадии саморазвития, он себя уничтожает. Вот он говорит, возьми, говорит, целлофановые пакетики из сельвы делают, вырубают сельву, езда, делают целлофановые пакетики, которые неунащитежимы. Или, например, холодильная промышленность выпускает фреон, а фреон молекулы уходят в атмосферу и неуничтожимы. И там появляется целая оболочка в атмосфере, где солнце лучи не проходит. Ну, короче говоря, я ему говорю, Иосиф, ну, где же и позитивные моменты в развитии человечества. Он говорит, ты просто оптимист. Я оптимист, я романтик. Я считаю, что все-таки есть Янини, все-таки есть. Поэтому мы с тобой работаем для пользы людей. Вот. Я можно приведу несколько научных примеров, которые подтверждают ложность его гипотезы. Что нам каюк. Вот. В Антарктиде находят бактерии, которые перерабатывают пластик. Уже нашли разных там ну червей, там вот так далее. То есть природа сама учится вырабатывать защитные механизмы. Ну надеяться только на природу нельзя. Человек и природа все вместе. Ну мы будем вынуждены развиваться и прогрессировать, чтобы выжить. Поэтому мы есть с тобой. Есть наша школа человек будущего Homo Futurus. Но для чего же мы существуем? Чтобы сократить кризисы и войны и потребность лекарств. Потому что именно на слабостях человека зарабатывают миллиарды. Да. Очень я вот сегодня покупал шаурму, скажу так, а там на пять вариантов шаурмы. Шаурма обычная, шаурма сырная, шаурма зеленая, шаурма черная. Это шаурная. Вот. Я спрашиваю честно, что же там такое в составе этой, ну, ну, как это, ну, да, шаурма. Вот этот лист, который заворачивает, что там входит в состав? Ко мне потом подошли люди, говорят, ничего там нет, пищевые красители. Раньше в сырный лаваш добавляли сыр, но сейчас это очень дорого, поэтому просто краситель. И он ничем не отличается от обычного лаваша. Вот так вот. Когда ты расскажешь анекдот, мне тоже хочется сказать анекдот, потому что у человека всегда будется какой-то его анекдот, когда он слышит от кого-то чей-то анекдот. И он тоже хочет сказать анекдот. Это такая закономерность. Человек подходит на рынки и спрашивает, у вас здесь сливы в одной чашке и в другой чашке. В одной сливы стоят 5 риалов, а в другой чашке сливы стоят 10 риалов. Что между ними разница? Роген коптил 5 риалов. Спасибо тебе, Константин. До встречи. Да, друзья, пишите, пожалуйста, вопросы, комменты. Выходите, кто хочет попасть в группу райскую, закрытую, изобретательскую, мы поговорим, посмотрим. Впрочем, а видно, включили. А Константин уже первый включенный там человек. До встречи. Сейчас я выключу, останавливаю. Еще раз. До встречи. Спасибо, Константин. Вы снова запустите. .